Подземный дух Но однажды случилось несчастье, неожиданно умер старый дух, а из далеких стран поползли несметные полчища врагов. В жестоких битвах ломались мечи, щиты и копья, и некому было их обновить. Вскоре сын духа и его соратники пали в неравном бою. Враг ушел дальше на юг, предварительно завалив отверстия трех пещер, через которые сестры выходили к любимому брату. Когда сестры увидели, что выхода больше нет, сразу поняли, что брат убит. И так велико было их горе, что никогда уже не могли они остановиться. Все плакали и плакали. От их слез образовались ручьи, которые, пробившись через заваленные входы, образовали три речки – Анныхамца, Бегерепста и Репруа. Именно третья сестра, река Репруа, сегодня главная героиня нашего фильма. Абхазия Абхазия вообще очень интересна тем, что она, несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, собирает или собрала феномены планетарного масштаба. Это без всякого преувеличения. И Репруа является одним из таких удивительных феноменов, природных феноменов, которым Абхазия может гордиться. Это самая короткая река в мире, без всякого преувеличения. Если даже вы посмотрите бегло лист коротких рек мира, то вы не найдете ни одну реку, которая была бы короче нашей реки. Это около 18-20 метров. Дело в том, что в период, когда там шло активное строительство берегу крепительных сооружений, несколько деформировали пляжную полосу. Поэтому не всегда можно точно определить. И в зависимости от того, сколько набрасывают гальки на пляж, она может менять свою длину. Но совершенно точно можно сказать, что у этой реки ширина больше, чем длина. Действительно, на первый взгляд кажется, что рекой это назвал какой-то шутник. По сути, Репруа – это несколько метров пресной воды на пляже. У нее нет толком ни берегов, ни какой-либо флоры или фауны. Но что, если я скажу вам, что самая короткая река в мире вот уже более 100 лет обеспечивает водой всех жителей города Гагра? Водозабор из реки Репруа был еще начат от создания курорта вообще города. Это 1903 год, 120 лет тому назад. Принцем Ольденбургским. Он руководил всеми работами здесь. Вот реки Репруа шла с самотеком, был каптаж построен, все. И самотеком по трубе диаметром 500 шла на вторую насосную станцию. Откуда качали население воду? Парковую зону, зону курорта. Помимо, конечно, этой воды еще была вода, которая шла с гор с самотеком. Но в основном пользовались вот этой водой. В 1982 году построили новую насосную станцию. Мы называем вторую насосную станцию, потому что она, вот эта первая на реке Репруа, она перекачивающая насосная станция, которая качает от реки до каптажа второй. Это на расстоянии 1800 метров, 800-850 метров. А от этого каптажа, который расположен на второй так называемой насосной станции, насосы качают уже на резервуар город, который обеспечивает водой весь город. В таком виде система водоснабжения города работает до сих пор. Вы спросите, откуда берется столько воды и почему мы не видим эти объемы? Дело в том, что Репруа берет свое начало высоко в горах и весь свой путь проходит в пещерах под землей. Самая короткая река связана с самой глубокой карстовой гидросистемой мира. То есть над Гагрским карнизом находится плато Арабика или по-абхазски Арбейка, которая является без всякого преувеличения тоже самой большой гигантской карстовой гидросистемой, которая равна, которой нет в мире. На ней сосредоточены крупнейшие, глубочайшие карстовые полости мира, такие как пещера Крубера, пещера Веревкина, Сарма. И таким образом эти карстовые глубочайшие полости, они собирают воду на Гагрском плато, и таким образом, впитывая все эти атмосферные осадки, пропускают их через себя, и они находят выходы на Гагрском карнизе, на различных участках. Массив Арабика уникален, но в целом в Абхазии много карстовых источников. Что же такое карст и почему он так распространен на территории Абхазии? Карст – это вообще процесс выщелачивания и растворения горных пород под действием воды. Здесь нужны несколько факторов для того, чтобы формировались карстовые формы. Прежде всего, это наличие карбонатных пород, известняков, доломитов, мергелей. Второе – это достаточно высокое количество атмосферных осадков, трещиноватость этих пород, тектонические нарушения, то есть разломы, трещины в слоях горных пород должны быть. И все это приводит к тому, что вода просачивается сквозь эти трещины, она их размывает кальций-СО3, образуются вот эти пустоты. Исследования массива Арабика проводятся учеными-спелеологами, начиная с 60-х годов и продолжаются по сей день. Пещера Крубера, например, до 2017 года считалась самой глубокой в мире. Последний рекорд на глубине 2197 метров был установлен симферопольским спелеологом Геннадием Самохиным. Но в ходе очередной экспедиции другая группа спелеологов спустилась до дна соседней пещеры Веревкино и установила новый рекорд – 2212 метров. Он официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Но помимо глубоких пещер, ученых интересует и гидрологическая карта массива. Массив Арабика – самый крупнейший массив в Абхазии, крупнейший карстовый массив в Абхазии, площадью более 850 квадратных километров. Что в нем особенного? Вокруг него много рек. С его склонов начинаются крупнейшие реки – это Бзыбь, Псоу, Хашупсе, Сандрипш. Но это не только склоны дают поверхностные воды, бывают еще и подземные, крупные подземные водотоки, которые начинаются в верхних частях массива, на более-менее выровненных участках, так называемых платообразных участках, без леса. И вот именно в этих местах зарождаются крупнейшие карстовые источники, которые питают многие реки. Один из таких источников, который многие называют рекой, по сути дела так и есть – это источник или река Репруа. Чтобы проследить путь воды под землей, понять, где источник берет начало и где выходит на поверхность земли, ученые проводят эксперимент по трассированию подземных вод. Специальный безвредный краситель с флуоресцентным излучением спелеологи запускают в пещеру. А в местах предполагаемого выхода подземных вод устанавливаются ловушки, обычно активированный уголь. Ловушка впитывает краситель, и его флуоресцентное излучение позже можно увидеть в лаборатории с помощью специального оборудования. Впервые такой эксперимент на массиве Арабика провели сотрудники Симферопольского государственного университета в 1986 году, что привело к еще одному уникальному открытию. В 1986 году проводились первые эксперименты по трассированию. Вода запускалась также на высокогорье, в глубочайших пещерах, на тот момент глубочайших пещерах, в пещере Куйбышевска, в долине Ортебалаган. Это тот же приток, что и пещера Крубера. На глубине, как мы сейчас понимаем, уже около 2 км от поверхности. То есть высота входа над уровнем моря 2250 метров, ну почти 2,5 км. Высота входа, куда заходит вода, то есть попадает вода с поверхности на высоте 2,5 км. До уровня моря 2,5 км. И источники, источник Репруа, река Репруа, находится на отметке практически 0 метров, 1 метр над уровнем моря. То есть мы уже понимаем, что амплитуда карстовой системы, амплитуда реки 2,5 км. Но на побережье была пробурена скважина, буквально рядышком с соседней поселки, была пробурена скважина, отметка тоже около 5-10 метров над уровнем моря, глубиной более 2 км пробурена скважина, разведочная скважина. И на глубине 2 км была поставлена тоже ловушка, которая показала наличие красителя. То есть мы добавляем тем известным 2,5 км от поверхности карстового массива до уровня моря, плюс глубина скважины еще 2 км. И общая амплитуда движения воды, подземной воды, не 2,5 км, а 4,5 км. Мало того, эта вода, которая была найдена в скважине на глубине 2 км, была пресная и холодная. А на глубине 2 км обычно уже термальные воды. То есть четкий показатель, что это та самая вода, та самая река, которая выходит в источники Репруа. В 2022 году сотрудники того же университета, сейчас он называется Крымский Федеральный, решили повторить эксперимент и снова совершили открытие. Ученые Крымского Федерального университета, спелеологи из Крыма, из Москвы, из Ставропольского края, из Краснодара, из Абхазии, мы все вместе приняли решение о проведении такого эксперимента вот уже в современном этапе. В данном случае эксперимент был очень удачный. Мы запустили 3 разных трассера с разным спектром, который легко выявляется, что разный спектр. Мы его запускали в глубинные части пещер, на поверхности массива Арбайка. Мы спустились в пещеру, отдельные команды в каждую пещеру, не взаимосвязанные с друг с другом команды были, чтобы не смешались эти краски. И на побережье было поставлено около 30 ловушек. В 33 местах были поставлены ловушки. Эксперимент показал и известную часть, и неизвестную часть. Мы знали, что из пещеры Крубера, из долины Ортабалаган, вода, скорее всего, придет в источник Репруа. Но другие части карстного массива Арбайка, мы тоже предполагали, что все выйдут на побережье Черного моря. Однако оказалась совсем другая история. Большая вода, которая находится в пещере Веревкина, вышла в очень известном, крупном карстном источнике Голубое озеро. Это по дороге на Рицу. На озере Рица все его знают. Мы погружались с Акваланком в этот источник. Мы выясняем, что вода выходит из большой пещеры. И это тоже одно из новых, неизвестных до нынешнего времени научных открытий, что мы выяснили новую гидросистему в восточной части Арбайки. Центральная часть Арбайки, массива Арбайка, выходит как раз в источнике Репруа. Но часть воды выходит ниже уровня моря. Так называемые субмаринные источники. На глубине 6 метров, ниже уровня моря, выходит крупный пресный карстовый источник. И вода с следами красителя была нами выявлена и в этом источнике. То есть мы понимаем, что вода может выходить еще более глубоко. Есть данные, что вода выходит не только на глубине 6 метров ниже уровня моря, а на глубине до 400 метров. Теоретически это все возможно. Предпосылки геологические и гидрологические для этого есть. С помощью эксперимента по трассированию подземных вод ученые смогли установить подземную протяженность реки Репруа, площадь водосбора, расход воды и место, где она берет начало. Хотел бы рассказать об истоках реки Репруа. Вроде бы все понятно. Она начинается, формально мы ее видим на поверхности, начинается в скальном массиве, на берегу Черного моря. Но это поверхностный исток реки. Но подземные истоки находятся намного дальше. По прямой 13-15 километров от побережья находятся подземные истоки. Но не просто в недрах массива, не просто на уровне моря, на глубине 2 километра. Нет, они находятся на поверхности Карстового массива. Атмосферные осадки в виде дождя, в виде снега выпадают, просачиваются сквозь Карстовый массив и образуют десятки, сотни маленьких рычейков, которые соединяются на разных глубинах. От 10, 20, 100, 50 метров и так далее соединяются в небольшие речки, в большие реки, которые потом в недрах массива текут по обособленным каналам. Это, как привычный для многих людей, единый уровень подземных вод. Где бы ни пробурил скважину, будет везде вода. Нет, это отдельные каналы на разных высотных уровнях. Текут подземные реки. На глубине километра, на глубине полтора километра, на глубине 600 метров текут отдельные реки, которые потом соединяются и в итоге дают реку под названием Репруа. Но истоки находятся на плато Арбайка. Расход его от 3 до 6 метров кубических. То есть можно представить, в среднегодовой, для понимания, 3000 литров в секунду, 3 тонны воды в секунду выходит. Это огромный водоток. Еще в начале 20 века крупный ученый, исследователь карста Крыма, Кавказа, Александр Крубер, упоминал, что вода выходит из источника Репруа из пещеры. Сейчас там мы не видим пещеры. Сейчас все находится в бетонном каптаже. И часть воды уходит на водоснабжение города Гагр. Долгий путь реки Репруа сквозь пещеры служит природным фильтром для воды. В отличие от других рек, эта защищена от попадания посторонних предметов, благодаря чему Репруа почти идеальный источник водоснабжения города Гагра. Специально построили стену, защищающую от штормов и так далее. Специально. И за этой стеной находятся наши каптажи, накопители. Пять каптажей находятся, ну, резервуаров, я имею в виду. Потом они переходят в основной каптаж, откуда мы уже забираем воду. Здесь они как бы оседают, фильтруют. Удобно то, что эта река постоянно зимой и летом имеет одинаковую температуру, 11 градусов. И она практически свой дебет не меняет. Мы берем эту воду из реки прямо у истока, так скажем. Я имею в виду, где уже в открытое море выходит. У истока она с природой, я имею в виду, с воздухом и так далее, не соприкасается. Это очень удобно и очень выгодно для насилия. Как для обслуживающего персонала, так и для насилия. Шторм не забивает ни каптаж, как скажем, накопитель, я имею в виду, резервонакопитель, ни саму реку. И поэтому у нас с этим сложности нет. Любой шторм, любая волна, пусть это даже будет, здесь правда не бывает таких, ну пусть это даже 6-8 баллов, все равно это не имеет никакого значения. На качество воды не влияет. Вот за 30 с лишним лет ни разу еще в наш насос, вот я имею в виду здесь вот на первом подъеме, в наш насос еще в рабочее колесо, я имею в виду, не попадало ни камень, ни бревно, ни ветка и так далее. Этот источник не является абсолютно надежным, потому что мы не знаем, как проходят ходы, по которым течет эта река, значит, в толще горных пород на протяжении нескольких десятков километров и по высоте перепад высот составляет больше двух километров. То есть вот на всем этом протяжении пути ее не исследованы. Периодически появляются такие события, когда водозабор останавливается и он останавливается по причине того, что резко возрастает мутность источника и Гагра может в течение нескольких дней оставаться без воды. Причины мы не знаем, мы не можем догадываться о том, что произошло в толще горных пород, какие, значит, обрывы, обвалы, оползни подземные произошли, которые провели к взмучиванию этой, значит, обычно чистой кристальной воды. Поэтому с этой точки зрения это источник, который может быть в будущем вообще-то, так сказать, для развития города-курорта рассматривается как только как резервной, потому что надо искать надежный, стабильный источник водоснабжения растущего города-курорта. Несколько лет тому назад было землетрясение на главном Кавказском церкве. Я не могу сейчас назвать, где именно это геологи и так далее, они могут только рассказать. Было землетрясение, попало в шахту огромное количество глины, которая за период вот этого вот времени еще не промыло. И периодически, когда идут у нас проливные дожди, там несколько суток, да, у нас река, вот она, река Репруа, мутнеет. И вот эта мутная вода попадает к нам. Единственный вот недостаток в этом, то, что вода сама по себе, да, действительно мутная, вода, но там нет микроэлементов, скажем так, которые, которые бы повредили нашему здоровью. Ну, я имею в виду и черви, и глисты, и так далее. В таких случаях мы пережидаем, мы закрываем насосную станцию и, значит, мы пережидаем буквально, вот, допустим, если уже дождь прекратился, ну, часов 10, мы пережидаем этот период, значит, открываем трубопровод, напорный трубопровод, открываем для того, чтобы в город не попала вода это, и промываем этот трубопровод, после чего уже даем население. Пользуясь случаем, мы решили сделать забор воды из репруа для Абхазского государственного центра экологического мониторинга. На самом деле, никакой необходимости в нашей помощи нет, специалисты центра и так регулярно проводят анализ этой воды, но раз уж мы здесь возьмем образец, чтобы поделиться с вами актуальными показателями. Качество воды отвечает всем нормативам для питьевой воды. Она является пресной общей минерализацией менее 1 грамма на литр, а жесткость у нее колеблется от мягкой до умеренно жесткой. тоже влияет какой сезон, межень, паводок, если вот так колеблется состав воды. Потому что она является карстовой, она проходит по всем породам, вымывает минералы, и она более минерализованная. Вот если сравнить с рекой Гиджирка в Кварчале, то та вообще можно сказать почти что приближена к дистиллированной воде. Если тут жесткость например 3,04, то там 0,65, 0,7 миллиграмм эквивалент на литр. Келосура и гумиста они чуть-чуть жестче, чем ну не чуть-чуть, а там 2,2, 2,4, 2,6 миллиграмм эквивалент на литр. В 2017 году была отмечена повышенная мутность и повышенная концентрация железа. Это было нами зафиксировано в протоколе, но это было явление природного характера, а не не антропогенного. Еще один любопытный фактор реки Рипруа это происхождение ее названия. На первый взгляд может показаться, что слово экзотическое, иностранное, но как оказалось на самом деле название вполне абхазское. То название, которое сейчас люди знают, оно как-то заманчиво звучит на французский лад. Я собирал материалы, пока были старшее поколение, которое старше многого меня были, и сколесил всю Абхазию, горную, прибрежную и так далее. Мы устанавливали настоящее название того ледяного объекта, в том числе название реки. По окончании определяется это местное, не местное, вообще, с таким окончанием встречаются в Абхазии реки или нет. На самом деле встречаются, их немало, немало на окончании, на ревя, в Абхазиюя. Это названия носят реки, которые или выходят из пещер, или из таких узких ущелья, темных ущелья. Одна форма, которую я зафиксировал, Абхазия. Абхазия — это укороченная форма Абхазия. Абхазия — после А она ассимилируется и уходит в сторону. В данном случае Хап-Рюа. Ахапа — это пещера, а Рюа — это река, все, которые проходят через темные места, выходят из пещер в том числе, и она как раз соответствует своему названию. Особенности реки Репруа не особо располагают какой-либо экономической деятельности, хотя местные говорят, что выше по склону были попытки производства бутилированной воды. В этом году рядом с Репруа откроется кафе. Владельцы заведения восстановили разрушенную лестницу, теперь спуститься к реке можно прямо с моста над ней. Планировали кафе, ну, наверное, будет уже ресторан. Реклама у нас живая, это та же река, тут летом причаливают корабли, немало экскурсионных посещений и так далее к реке, и на основании всего этого решили сделать небольшое строение, но по ходу дела оно вылилось вот в такое, не совсем маленькое, скажем так, по возможностям тоже как бы, но думаю, все у нас получится, к сезону успеем. Многие в Абхазии уверены, что Репруа внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая короткая река в мире. На самом деле это миф, никто такую заявку не подавал. Рекорд в разные годы принадлежал то реке Ди из штата Орегон, ее длина 36 метров, то реке Ро из штата Монтана ее длина 61 метр. В итоге этот титул так часто оспаривали, что звание самой короткой реки мира просто исключили из книги рекордов. Забавно, что мы так охотно гордимся громким званием, которого не существует и так мало знаем о том, чем нам действительно стоит гордиться. Я, честно говоря, что бы хотел. На реке Репруа вот наша насосная станция существовала еще многие-многие годы. Чтобы никто не забывал и чтобы мы всегда приходили сюда и радовались вот этим вот. Чтобы это сохранилось и осталось на долгие-долгие-долгие лета. Пресная вода, чистая пресная вода дороже, чем нефть. Это объективная оценка. И в будущем чистая пресная вода будет только еще выше и выше цениться. И понимать, как она образуется в недрах массива Арбайка, в недрах всей Абхазии крайне важно. Это важно для водоснабжения, для экологии, для строительства. Река Репруа больше остальных защищена от пагубных последствий человеческой деятельности. Тот факт, что почти весь свой путь от истока она проходит под землей, с одной стороны защищает ее. В Репруа сбрасывают мусор, не сливают канализацию, в ней невозможно помыть машину. С другой стороны, ее скрытое от глаз течения таит массу угроз. Одна неосторожно вбитая свая или срезанный холм могут навсегда изменить течение реки. То, как мы изучаем свои реки, как относимся к ним, и есть главный показатель любви к родине, потому что запас пресной воды без преувеличения самое большое богатство Абхазии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok